Логика в рассуждении Виктора исключает саму возможность включить в свои рассуждения объекты сверхмалыми массами. Зачем? Это знакомая тема, она присуща сторонникам эфирной версии, что эфир существует, но его масса это сколько стоит капелька пива, а не сколько. Накапайте мне кружечку. Кружечка уже там что-то есть. Ну, с эфиром, если вас несет через это все в эфир, просто посмотрите, пожалуйста. Фильм-эфир у вас снимется, если вы внимательны, можете сосредоточиться, у вас снимется вся эта проблематика. А вы прям мыслящий человек. Логос. Здесь 38 тысяч подписчиков, как показывает нам Ютуб. Вот интересно, сколько людей написали письма на специальные сайты Академии наук и Зубов Кремль-Минобор на тему профанации науки про шарлатанов, Саватеевых и Бояшевых, захламляющих голову всякой лабудой и бредятины. Ведь за пределы этих роликов ничего не выходит, поэтому никакие семихатовые сурдины попросту не знают, что они шарлатаны и мракобесы. Ну, они как бы слышали о том, что они шарлатаны и мракобесы, потому что много людей им об этом уже написало под их роликами. Даже некоторые там что-то пытаются оправдывать, но пребывают прям в своем лютом состоянии. Действительно, думаю, что они вещают про науку. Алексей Козлов. Поле – это измененное состояние пространства. Поле – это материальный объект. Пространство нематериальное. Не может одно быть состоянием другого. Ну, вообще полный отказ от логики. Сергей. Для меня с детства было очевидно, что у пространства конца быть не может. Я прям думал об этом много раз. Еще всегда мне казалось, что в школе какая-то тупость. Зачем придумывать точку, откуда появился мир, если она где-то все равно должна находиться. И где же интересно? Ну, вот мыслящий человек Сергей, получая образование в школе, думал об этих вещах. Его молодого на тот момент интеллекта хватало уже тогда подвергать это все критическому анализу, приходить к выводу, что это недостоверная информация. Вот это вот да. Это проблема. Виктор Головин. Если с любой точки зрения Вселенной начать любой процесс, он никогда не будет бесконечным. Бесконечность не может иметь начала или конца. А ваш луч – это бред-бредовый. Процесс стремится к бесконечности – хорошо. А почему он не может стремиться к своему концу? Процесс. Что это такое? Это какой-то шевележ материи, да? Изменение состояния материи какое-то. А пространство – это объект нематериальный. Вы пытаетесь свойства пространства и свойства материи одно к другому приписать. Ну, некорректный подход, ну, несостоятельный, товарищ Виктор Головин. И дальше вы сразу начинаете победный пафос из-за того, что вас посетила мысль, значит, вы умные, все остальные бредят и так далее. То есть вы тупите, Виктор Головин. Перейдите от ваших процессов материальных к пространству. И дальше, смотрите, отсюда до бесконечности. Прерваться, уже прервается не какой-то вами выдуманный процесс, а просто имеет место протяженность, свобода перемещения какого-то тела. И все это реально. Более того, с этим спорить бессмысленно. Вы спорите сейчас не со мной. Вы спорите, собственно, с той частью справочной физической литературы, которая, собственно, об этом и говорит. Что есть величины, есть пространство и так далее. И есть вот это, конечно, уже свежая муть физическая, которая спаривает, конечно, загибает пространство. Ну, вы начали не про это, у вас контекст другой. Вы просто путаете процесс действия с материей и пространство. Ну, давайте даже на всякий случай заглянем, что там у нас процесс в словарях. Процесс, ход развития какого-либо явления, последовательная закономерная смена состояний в развитии чего-нибудь. Смена состояния в стадии изменения развития системы или иного объекта. Так что претензия несостоятельна. Или снимайте свою претензию, или успокаивайтесь. Виктор Головин. Здесь смысл такой еще. Запустили мы в том направлении кривоножку. И вот она такая идет, 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 идет. Бесконечно идет. Идет в бесконечность. С нескончаемым ресурсом. Вот не дошла она, у нее ноги сломались, да? Не смогла. Процесс дохождения кривоножки до бесконечности не имеет отношения к состоянию этой бесконечности. Вот у нас эта бесконечность реально существует вне зависимости от того, доползет кривоножка до конца, не доползет. Вне зависимости от того, что про нее думает Виктор Головин или думает Виктор Катючук. Это реальный объект, который технически невозможно закончить. Это вы просто отрицаете, что его нет, даже из-за того, что там что-то случится. Ерунда, претензия несостоятельна. Аюш Минальд. Может пространство наше, это тоже площадь на экспоненте в более многомерном пространстве? И она, конечно, вы же не знаете этого. Зачем утверждать тогда что-то? Уважаемый Аюш Минальд. Мы точно знаем, что наше пространство – это не площадь на экспоненте. Вот это точно известно. Точно известно, что вся концепция многообразия – это лженаука, несостоятельная, придуманная слабоумными идиотами. И либо мошенники, либо идиоты, которые не могли сосредоточиться. Это подмена понятий, подмена терминов. Когда вы пространственную мерность подменяете временем, когда вы многообразие называете пространством, когда вы плоскость называете пространством и так далее. Это жульничество, это как наперстки, вы просто этого не понимаете. И совершенно точно известно, что это мошенничество. А в результате мошенничества не может появиться многомерное пространство, потому что пространство – это понятие трехмерное, а многомерное – это понятие многообразие. Переведем вашу речь с полоумного на человеческий. Что пространство наше – это тоже площадь на экспоненте в более многомерном многообразии. В многомерном многообразии. Где находится многомерное многообразие? В башке слабоумного математика. Больше нигде оно не находится. Вот математик-идиот, в его голове может вкуститься многомерное многообразие. Вот многообразие берется, когда вы за хвост кошку берете, размахиваете, и у вас кроме пространства появляется еще многообразие. Все, без препаратов. Это слабоумный тезис. Мы точно знаем, что это слабоумие. Мы не утверждаем, мы просто объясняем, что это так и есть, это факт научный, мы констатируем научный факт, мы не версию какую-то утверждаем и настаиваем на ней, констатируем вам факт, о котором вы почему-то не знали. Андрей Портнов, как не раздувайся от национальной гордости, но ставить нашего гениального в кавычках Ломоносова наравне со слабоумными в кавычках англичанином Ньютоном в механике и физике в целом нет никаких оснований. Что вы говорите, вот наставили кавычек, да, назвали Ломоносова гениальным в кавычках, а Ньютона слабоумным в кавычках, да, но если Ломоносов дал правильное, корректное решение по гравитации, а Ньютон дал некорректное решение, вот один сделал, решил задачу без ошибок, другой с ошибками, один умничка, другой дебил. Ломоносов умничка, Ньютон дебил, что здесь сложного-то? Ньютон сделал с ошибкой, Ломоносов без ошибки, все просто. Какая гордость здесь, при чем гордость национальная? Ну да, мы рады, что Ломоносов наш соотечественник, но это реальность, мы же не про гордость говорим, мы просто говорим про конкретную ошибку. Магваларон, вы продолжаете жить. Виктор, пожалуйста, не говорите обрывками фраз. Пространство не просто существует, а существует во времени. Если вы договорите эту фразу, тогда вам придется признать, что пространство не может существовать без времени. Уважаемый Магваларон, пространство не существует во времени. Мы все существуем в пространстве, все существует в пространстве, материя существует в пространстве, материя движется в пространстве. И на основании этого она уже, пространство не может существовать во времени. Время это сравнительная характеристика длительности протекания процессов в материальной системе, расположенной в пространстве. Вы просто причину и следствие путаете, у вас хвост виляет собакой, вы не понимаете, что происходит, сосредотачивайтесь. Эрдвард Широкий Кривой Рук. Вопрос к Виктору, что на 100% не может существовать в пространстве и по каким причинам? Вот в пространстве может существовать материя, быть расположена в пространстве. А не может существовать в пространстве многообразие, превышающее тримерность. Вот таких объектов, больших пространств, большемерных пространств существовать в пространстве ни по каким причинам не может. Когда математик, вот сидел математик бешеный и выдумал восьмимерное пространство, вот та хрень, которую он выдумал, она не может в нашем пространстве существовать. Кроме этого, любая выдуманная хрень не может в нашем пространстве существовать, потому что выдуманные хрени, они существуют не в пространстве, а в воображении индивидуума. Сам индийский дом в пространстве находится, но в его воображении эти объекты, даже если вот он сидит в голове своей, выдумал очень большой дом, вот прям 148 метров на 216, и этот дом, он останется в его голове, воображением его, он не будет расположен в пространстве, он не будет это место занимать в пространстве. Вот то, что он выдумал индивидуум, оно останется в бестолковке, поэтому все многообразия вот этих гомеоморфности многомерия 118 мирные, они так и остаются в бестолковках математиков, по причинам, по каким причинам они остаются, потому что они всегда там были и никогда не попадали в пространство. Вот это да! Вчера ютуб порекомендовал такой бобрятник, это что-то, эти гуманоиды всех переплюнули, сегодня по неизвестной причине уже отключили комментарии, видимо кто-то их уже высказал, кто-то уже высказался непозитивно. Там, кстати, Гарри Фулин засветился, который премию президентскую получил. Юлия Зайцева, афинные маноиды Каранга 1, лаборатория алгебраических групп преобразования. Я краем глаза заглядывал, это прямо весело, давайте глянем. Вот, вот в этом видео, да, девушка, излагает витиеватую мысль, вот это вот прям образец, образец лженауки, деятельность имитирующая научную, но по сути таковой не являющаяся. Вот я сейчас зачитаю, витиеватое заплетение словосочетаний по этой теме, то, что у них выставлено в качестве аннотации. Здесь слова внешне умные, на самом деле это вот безмозглая тупость, это вот такая козырная тупорилость, которая вот полностью лженаучна, но они это выдают за науку. И при этом они выбирают слова, чтобы пустить пыль в глаза, чтобы это выглядело научно, такое наукообразие. Анотация. Проект направлен на изучение афинных пространств и более общеафинных алгебраических многообразий. Для исследования этих объектов мы рассматриваем алгебру регулярных функций на многообразии, изучаем ее с помощью рассмотрения автоморфизмов алгебры, в частности, алгебраических погрупп в группе автоморфизмов, а также инфинитизимальной версии унипотентных автоморфизмов, то есть локально нерепотентных дефицитирования алгебры регулярных функций, автоморфизма афинного пространства, алгебры многокотчленов, или в более привычных терминах полиноминальные обратимые взаменные координат, предмет давнего активного изучения, не потерявшего своей актуальности по сей день. Короче, и там много-много-много текста, там есть даже ожидаемые результаты, вычисления модифицированных инвариантов Макар-Лиманова и Дексина для конкретных классов многообразий, действия которых торические многообразия, многообразие с действием Тора сложности 1, алисферические многообразия редуктивных групп, вычисления классических инвариантов Макар-Лиманова и Дексина. Короче, тупорылости, несколько страниц, ну вот просто придем, где кончается наука, на первой же строчке. Про них направлено изучение афинных пространств, все, нет такого понятия в науке афинное пространство, вот нет, вот это слово, слово сочетание афинное пространство, это сразу лженаука, вот их сразу на этом, на этой фразе можно сразу веником под зад выгонять из любого учебного заведения. Вот это жульничество началось в первом предложении. Это жулики, это обыкновенная подмена предметов счета, это вот натягивание совы на глобус, это выдумывание, что есть какие-то пространства, кроме нашего реального, в котором мы находимся, что есть выдуманные идиотами пространства, в которых должны происходить какие-то там... и дальше пошло в натаптывание стежек по этому пространству. Ну, если простыми словами, вот банан, да, вот что делают это люди, я вот на примере этого засосшего банана покажу. Вот люди решили, что если вывернуть шкуру банана наружу, да, вот так, выворачиваем, выворачиваем, и там вот в шкурке будет еще один банан. Вот его нету, да, вот мы вывернули шкуру банана, и там нету еще одного банана, да, а люди решили, что будет. И вот они вот это математически, математически это оправдывают, вот это вот всю лебурду. Ну, это вот все равно, что вот дурака за пивом посылаете, принеси пиво, вон там банку возьми. А зачем, у меня, говорит, листок, говорит, есть пиво. Ну, как, давай посмотрим. Вот он приходит с листком пива, налейте, говорит, мне пиво. Сколько тебе литр, а куда тебе? Да вот, вот сюда. Ну, не войдет же. Да войдет. Ну, давай. Лили, лили, у него пол-литра налилось. И куда, говорит, тебе остальное? А, говорит, вот сюда налейте, с этой стороны. Ну, вот они ему наливают пиво, он приходит туда, в компанию, смотрят, говорят, что ты как мало пива-то принес? А он, говорит, у меня, говорит, здесь еще есть. Вот эта вот подмена, им кажется, что если вот они вот так вот это с бананами, с листочками делают, у них, значит, в пространстве появляется еще какое-то пространство. И про это пространство можно надавить на уши другим людям и нормально так обманывать. Вот раскрутить бобра над головой, он лапками машет, и получается многообразие. Они это многообразие называют пространством. И получается, что у них есть просто пространство. Есть еще многообразие. То, что намахал бобер, пока летел тут над головой. Так, то есть, если у вас квартира маленькая, то пространство может же быть вложено одно в другое. Вы берете коробку такую, выворачиваете, пространство становится больше. Это вот если применять их методы. По-другому вот то, что они бредят, вот эта вот гражданка, она вообще никак не применима. Это вот реально густущий бред. 24 февраля 23 года. Семинар отдела алгебры и отдела алгебраической геометрии. Семинар Шафаревича. 21 февраля 23 года. Москва. МИАН. Источник видео. Матнет. Аннотация. Афинно-алгебраический. Моноидом. Да-да-да. Доклад основан на работах с И. Аржанцевым, Брагиным, Джунусовым и работе Биллича. Рассматриваем нами моноиды. Называются торическими многообразиями. А умножение связано с их корнями Демазюра. Работа поддержана Грантом. Вот это вот булиберда. Вот это вот хренатень безмозглая. Это лженаука. Лютая. Поддержана Грантом. РНФ 22-41-020-19. Это вот жуть. Поддержана Грантом. Нормальный такой процесс. Ну давайте глянем. Идем в поиск. Что нам это может дать? Что-нибудь весельненько. Так посмеемся заодно. Так. Проходим. Через поиск посылки. Карточка проекта, поддержанного Российским научным фондом. То есть это не хухры-мухры. Вот эту вот бредятину лженаучную поддержал Российский научный фонд. Так. Тут, короче, куча публикаций. Российский. Далее. Идем дальше. Так. Российский научный фонд. Создавая фундамент будущего. Фонд позволяет лучшим научным коллективам воплощать в жизнь амбициозные проекты и получать результаты мирового уровня для науки, экономики и общества. То есть вот это вот нам показали как лучший научный коллектив. Вот эти жулики, занимающиеся ненаукой, лженаукой, 100% недостоверной лженаукой, они занимаются. Их называют лучшими научными коллективами. Общее наименование. Российский научный фонд. Адрес Москва. Солянка. Дом 14, страница 3. Там же фактическое местоположение. Реквизиты. ННН. АГРН. Российский научный фонд. Казаначи. Тек-ти-ти-ти. Контакты руководителя. Холунов Александр Витальевич. Генеральный директор. Целью действия является финансирование организации поддержки фундаментальных научных исследований. Федеральный закон на 2 ноября о Российском научном фонде. И внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. То есть не хухры-мухры. Вот это вот лженаука на государственном уровне. Это полный перехват управления нашей страной. Когда, что бы вы ни делали, какими бы вы ни были налогоплательщиками, старательными гражданами, честными и так далее, на вашу налуку посадили гельминта, который все любые начинания превратит в прах. Это вот реальность. Отчеты с 2014 по 2022 год тут представлены. Это вот такая вот жизнь происходит. Это 21 век. Это наша страна. Вот это государственное преступление. Это мошенничество. Это разбазаривание. Перехват управления. Не говорят про деньги там. Это даже уже второй слой. Это просто перехват, это нанесение непоправимого ущерба нашему государству, нашей деятельности, нашему развитию. Это вот просто крест на развитии. Когда вы вместо науки начинаете паразитов откармливать, это все, это крест. Надо запомнить, Юлия Зайцева, Юлия Зайцева, Юлия Зайцева, Юлия Зайцева. Вот так вот безобидно выглядит исчадие современной лженауки, подрастающее исчадие. Ну, слушать это я слушал какое-то время. Это вот совершенно точно безмозглое антинаучное многообразие. Это вот полностью неприемлемый, непривычный, ненужный, неиспользуемый, непригодный, ни для чего бред, который нужен только для того, чтобы доить российские фонды. Все. Российский научный фонд. Вот вы берете чушь, полную чушь, подписываете под этой чушь кучу скучающих математиков, столько-то фамилий от Жанцев, Брагин и Джунусовых, и получаете денежку. Все. 21 век. Современная лженаука. С вами был Виктор Катюшек, канал Наушный Трибунал. С этим надо что-то делать. Они прям конченые, конченые жулики, которые распоясались, которые делают, что хотят в нашем непуганном болоте российской науки. Иметь не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Но. Это первый закон в логике. Но. Но. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Ильик Аркатюшев, телеканал «Научния трибунал». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова